Всем огромный привет, это по-прежнему Calamity Mod, естественно, террария, продолжаем проходить, я тут могу с гордостью сказать, что я нашел грибной биом. Это вот все, это весь грибной биом, это все, что я нашел, обалдеть, серьезно. Нет, я что-то не понимаю, что происходит, мне в этот раз дико не везет с грибными биомами. Сейчас пойду копать куда-нибудь вот здесь, вот под джунглями, я даже не знаю, потому что, может быть, здесь рядом с морем есть, сюда я двигался, здесь что-то ничего не получается, там лед, там ледяной биом, то есть там не может быть грибного, ну, может быть и может. Может, но я типа так подумал, что нет, скорее всего, нет его там. В общем, сейчас попытаюсь немножечко подняться, может быть, здесь где-то повыше еще что-то есть. А, зря я вдруг прилепил, но вот это прям для меня супер странно, впервые за все прохождения у меня проблемы с нахождением грибного биома. Пауков нашел три логова, ну, то есть, просто что-то не везет, я думаю, сейчас найду, будет хороший биомчик, но вот это просто смешно, я впервые такой огрызок вижу, тем более, что здесь, а, здесь обычная земля, а потом опять джунгли и опять же начинается это самое, как его, грязь, а грибной биом распространяется по грязи, обычную землю он не заражает, все понятно. Ну что, с гордостью представляю еще один грибной биом, они просто гигантские. Это что за издевательство, это вообще какой-то огрызок, это не то, что огрызок, это просто бред какой-то. Ну, походу, я его нашел, наконец-то. Смотрите, в сундуке здесь был грибковый симбиот, различные виды оружия ближнего боя, спускают грибы на расстоянии истинно ближнего боя. Это сейчас нужно протестировать, как это работает, например, вот место регенерации, это заберем, заберем. Подожди, там хорошие лечилки были. Я думаю, что я вот эти бутылки могу выкинуть, у меня немножечко бардак в кармане, но просто вроде все нужное, все может пригодиться, и луковица, все это дело, да? Так, это все забираем. Но у меня такое ощущение, что очень маленький ребеночек, вообще ни о чем. Вот это вот и все, да? Да, понятно. Я тут нашел какой-то странный сундук. Прям супер странный. Камень. Сундучок. Оникс выключить землекопа. Призывает бур, чтобы побурить мир, так что вы можете уничтожить все поколения мира с полным пренебрежением ко всем существам, населявшим эти земли. Я уверен, что Эра и Пета хотели бы поговорить с вами после этого. Подожди, я что-то не понимаю. Знаете, после такого описания очень страшно это дело применять. Сундук хочу собрать. Бур. Блин. Ладно, полетели домой. Короче, я без понятия, что это такое. Ладно, давайте девать. А, подожди, это... Это этот сам. Маунт. А, вот теперь понятно. То есть нам с вами нужно, чтобы в руке ничего не было, зажимаем левую клавишу мыши и... Яйк. Это круто. Так, у нас появляется с вами просто безумно крутая штукенция, которая позволит копать просто с бешеной скоростью. Грибный биом, где ты? Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Песок это страшно. Песок это страшно. Всегда можно немножко проверить вот таким образом. Подсветить себе. То есть блоком мы пытаемся поставить блок. Да, освобождаем руку. Погнали копать. А-а-а, нужно уходить отсюда. Чёртов, меня сейчас песок убьёт просто нафиг. А вниз? Вниз ты копать можешь? Нет, закапываться он не может, я так понимаю. Копает он по прямой. И всё благодаря звёздной ярости. Это просто суперски. Единственное, сейчас нужно быть аккуратным, чтобы не залететь в данж. Потому что в данже я просто-напросто, ну, как бы, получу урон. На этот вал. Гвардина и всё, привет. Так, я нашёл данж с этим сам, с големом. Это уже хорошо. То есть, хоть какая-то задача выполнена. Но, блин. Ни одного грибного биома здесь. Здесь. Я очень счастлив, что я нашёл эту штуку. Потому что иначе бы я, не знаю, я бы с ума сошёл бы в поисках этого биома дурацкого. Что вообще творится-то? Почему так? Генерация. О, это Каламити так испортил? Странно. Или в 1-3-5 такая дурацкая генерация была? Ладно, непонятно. Есть у меня такое подозрение, что это, типа, самый быстрый бур. Модификация, наверное. Ну, там есть ещё в 1-4 вот это. Правда, в 1-3-5 тоже, вроде, это была штука, которая позволяет копать-летать. Я забыл, как это называется. Платформа такая. Но на неё нужны слитки с лунного лорда. Но, честно говоря, блин, мне кажется, это вот... Это просто суперская удача, что мы нашли. И всё благодаря звёздной ярости, потому что вот она просвечивает блоки просто шикарнейшие. Кстати, нам нужно взять в руку любую вещь, которая может постоянно носить удар. То есть, например, звёздная ярость, она может зажать кнопку, и она будет бить. Соответственно, работает бур. Если так... Ну, если вещь с одноразовым ударом, нет автоатаки... Автоатак, вот. Автоатак это называется. Если автоатаки нету, то бур не работает. Ну, чё, я так прикинул, что если у меня нет нормального грибного биома, я сейчас себя сам его организую. Ну, просто с блэкшиком и шлюхами. Бурдон, за выражение. Ну, серьёзно. Ну, блин, может быть где-то здесь. Но вот это просто дичь. Здесь лёд. Здесь данж. Здесь опять пустыня пошла. Там не может быть грибного биома. Здесь пустыня. Здесь вот этот биом он всё съел. Видите, вот здесь вот эти шары, шары, шары. Дальше пошла лава, лава, лава. И вот грибной биом, вот он он. Вот тут чуть-чуть. Ладно, это плевать, потому что там зубин меня убил. Это не страшно. Мне единственное сейчас нужны семена грибного биома. Нужно пойти семен немножко раздобыть. Мы берём здесь грибы, положим пол. Дальше немножко расширили дом. Пускай это идёт сюда. Теперь дом подходит. И здесь будет жить дряда. Я надеюсь, что это будет считаться сейчас грибным биомом. Нам нужно, наверное, отойти в сторонку. Как видите, немножечко распространяются грибы. То есть пошёл процесс. Но, тут есть один маленький нюанс. Вот там вот, если не ошибаюсь, логово пауков. Где-то вот тут вот. Они отсюда ползут постоянно. То есть это место нужно перекрыть. В принципе, я бы не очень хотел именно здесь сделать грибной биом. Я бы сделал грибной биом где-то рядом с домом. Мне просто семена нужны в большом количестве. Спокуха. Рядочка. Сейчас я тебя отсюда переселю. Ты не переживай. Магазин. Семена травы. Вот они. Работает. Всё работает. Шикарно. Грибная трава. Дальше что у нас с тобой? Кровавый позвоночник призывает мозг к туху. Вау. Мозги запутанности просто так продаются. Ладно, договорились. Это мы с тобой купим на будущее. Так, теперь, наверное, всё отсюда уберём. И уберём отсюда грибной биом. Потому что мне не хочется, чтобы он здесь был. Мне хочется, чтобы он был рядом с домом. А именно, я начал уже копать тут такую пещерку рядышком. Вот там и будет грибной биом. Но над этим ещё нужно поработать. То есть тут... Это нужно засесть, наверное, на пару часиков. Всё это дело выкопать, выдолбить. Рассаживаем здесь везде семена. Вон уже процесс пошёл. Хорошо. Поставим освещение нормальное сверху. И продолжаем бурить. Так, здесь у нас с вами уже пошёл процесс вырастания грибов. Это просто шикарно. Кстати, здесь семена стали падать. Там почему-то не падали. Чё за бред? Ладно, договорились. То есть здесь хотя бы можно это дело фармить. Причём, мне кажется, биом не поменялся. То есть я не слышал, чтобы поменялся биом. Играет музыка стандартная. Хотя непонятная ночь. На самом деле сейчас просто ночь и всё. Зато мы с вами можем наконец-то собирать грибы. Это не может не радовать. Я потом ещё расширю. Прямо сейчас пока что этого хватит. Окей, тогда у меня вопрос на засыпку. А могу ли я здесь, в искажении, в 1-3-5 призвать, ну, в Каламити? Мозга, нет? Нет, мне нужно, да, багряник с Кримсона обязательно. Ну ладно, хорошо. То есть это мне нужно будет в кровавую луну купить семена Кримсона. И заразить здесь, короче, это место. Чтобы, ну не это место, а любое другое место сделать Кримсон. И там можно уже будет с ним сразиться. Ну просто для галочки. Посмотреть какой там лут из него. Прямо сейчас, я думаю, может быть попытаемся найти с вами как раз... Ух ты, ёлки-палки, смотрите сколько их здесь. Я хотел кисту найти. Где-то она здесь должна быть. Зараза, это не очень удобно, то что она здесь заспаунилась, потому что мне отсюда выбираться. Подожди. А я могу здесь провзрывать вниз. Ну или в принципе я могу потихонечку от неё убегать, она будет ко мне телепортиться. Вполне, да. Зелье у меня с собой есть, еды нету. Ладно, хорошо, есть хилки. У нас с вами стоит... Грибной баф. Я думаю, что стоит поставить всё-таки реген. Это так будет получше. Всё остальное вроде нормально. И потихонечку сейчас будем отсюда выбираться. Пошли. Она должна сама со мной телепортироваться. Всё будет хорошо. Где-то там наша арена. Давай. Телепортиться, пожалуйста. Да, хорошо, отлично. Она телепортится к нам. Эта фигня призывается, ты смотри-ка. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. 150 здоровья. Погнали. Началось. Понял тебя. Секунду. Всё, хорошо, я понял. Окей. Нет, не понял. Сейчас, подожди, разберёмся. Да зараза, червяк, чёртов. Так, она делает круг. Воу, дожди. Дождь какой-то. У меня здоровья вообще почти нету. Хилку я выпил. А, я не прожал. Не прожал броню. Началась основная битва, я не прожал. Зелье. 90%. Но примерно понятно, что делать. Примерно. Но всё равно фигово. Вот только червя здесь не хватало, честно говоря. 18 секунд. Хорошо. Вот это самое страшное, когда она телепортится и потом на тебя прыгает, мне кажется. Всё остальное, это как бы ерунда. Чё там наверху? Чё это такое? Шняка какая-то. Сколько там? Лечимся. Ага, чёрт! Вот урон совсем не обязательно было ловить. Что, здоровья, хорошо. А может, у кого-то сердечки будут выпадать, нет? Серьёзно, эй. Блин. Ну ладно. Я, честно говоря, немножко подустал, пока этот чёрт в грибной биоме искал. Ну, просто, ну, трындец какой-то. Я не представляю, как так может не повезти, что вот так вот сгенерировался мир. Ну, не повезло. О, класс! Ещё одна киста, прямо здесь. Разбился насмерть, когда это было. Так, господи. Давай, выкидываем. Да, хорошо. Так, у меня нужно будет сейчас быстро отсюда выбираться, безусловно. Я думаю, что мы сейчас с вами сделаем как-нибудь вот так вот. Раз. Есть. Давай, пробили. Поднимаемся наверх. Ладно, нормально, нормально, нормально. Двигаемся, 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 не стоим. 200 здоровья. 100 здоровья. 60 здоровья убило. Зараза. Оружие у нас просто какое-то нереально слабое. Почти невозможно забить. Смотрите-ка, я тут копался. Морская призма и бомба дают бомбу морской пены. 22 разбойный урон. Высокая скорость, очень сильное отбрасывание. Материал бросает бомбу, которая взрывается в пузырь, наносящий дополнительный урон врагам. Она не расходуется. То есть, если гранаты закладываем сюда, то здесь пчелонаты есть и прочее. Ну, вот классная ударная граната, но она расходуется. А, марсианская проводящая пластины и наниты. Марсианская, понятно, ну там прям очень мощная граната. А здесь нам нужны призмы. Призмы у меня есть. Морских призм у меня 481. То есть, просто звались. Ну-ка. А, то есть, я могу прямо... Где это, интересно, делается здесь? Да, вот. Бомба морской пены. Хорошо, предположим. Можно выкинуть. Так, давайте ее сразу улучшим. Анриал нереальный. Мне кажется, это лучше зачарование. Пошли посмотрим. То есть, сейчас у нее получается уже 26 урона. Это хорошо. Плюс. Лап. Ну-ка, скажи, что там? Баллистическо отравленная бомба. Бомба морская. Ячейка глубин. Это я не знаю, что такое. Сернистый песок. Тенебрис. Это, наверное, из глубин, которые там в море глубины. То есть, понятно, в сернистом море. Пошли протестируем. Слушай, а ей в блоке взорвать можно? Нет. Чей-то такое. Подожди. Бросает бомбу, которая взрывается в пузырь, наносящий дополнительный урон. Скрытые удары быстрее взрываются в пять пузырей. А-а-а. Окей, хорошо. И что, я могу многие кидать? Да вполне. Но единственное, что видите, она как бы... Да. Ее очень сложно на большой расстоянии кидать. Она остается на одном месте. Хм. Нужно подумать, сработает там это или нет. Кое-как доковыляли до 50%. Пока что все хорошо. Более-менее. Держимся. А-а-а. Не то, не то, не то, не то. Да нет. Залипать нем нельзя. Че? Об кого? Блин. Не отскочил. Я не отскочил. Я получил урон от падения. Блин. Погнали еще одного. Че нет-то? Ща мы с вами его забьем. Потому что это случайность. Я просто получил урон от падения. Это бред. О, шлем. Спасибо. Кстати, я хотел здесь паста весить. Вот эту фигню. Тихо. Нормально. И вот эту фигню. Это будет немножко давать нам, вот, против него бонус. Ну, где-то там. Давай. То есть, видите, как мы его сносим. Шикарно. Черт, горе, не. Вообще идеально. Еще бы вот с этих мобов получить бы, а? Вот это было бы круто. Вроде шарики тебя не дамажат абсолютно. О, этих там вечеринка, молодцы. Че, че тушеваться, да? Тут война идет, они там вечеринку закатили. Начинается утро. Я специально так, к концу ночи начал. Чтоб дальше с утра продолжать. Выпиваем зелье. Скорость 8 минут. Все остальное 4 минуты. Кстати, посмотрел на зелье. Это тоже является материалом. То есть, они тоже используются в каком-то крафте. Нужно будет проверить, в каком. Ладно, выпьем. Будем держать на максимуме постоянно. Так комфортнее себя чувствуешь. Как так-то вышло сейчас вообще непонятно. С неба сбили. Уходим. Я просто не прожал второй раз. То есть, я это имею ввиду. Ну, то есть, вроде все правильно делал. И второй раз не прожал ворот. Ладно, хорошо. Эх, червячки, червячки. Дали бы сердце. У этого оружия почти нету отбрасывания. Это бесит. А если вот так вот... Не, ну реально. Так. Но урон мы ему наносим. Когда он приближается. Но не более того. Зато мы убиваем всех остальных. Плевать. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай. 75%. Самое главное всех остальных убивать. Потому что они нереально мешаются. Тем более, когда он телепортится под нас. В принципе, бомба его задевает. Эти облачки, которые остаются после взрывов граната, тоже его задевают. Неплохо. Хорошо. Нормально. Две минуты. Одна минута на скорости. А, там не 8 минут было. А сколько? Три минуты было? Что-то я не понял. Наверное, три минуты, не 8. Черт, под дождем прошел. Ладно, хорошо. Ушел. Ушел. Ушел, ушел. Отличился. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Гаси его, гаси. Сердце наверху. Сердце там. Постараемся не брать их. А, вот сейчас возьмем. В той части дождь. 370 здоровья, ладно, нормально. Так, удобнее мне. То есть, я просто зажал наверх и кидаю бомбы. Все. Дальше, как бы, я не знаю. Гравитация делает свое дело. А мне остается следить только за передвижением. Нужно не прозевать, когда нужно выпивать зелье. 34%. Давай выпьем сейчас. 12% на скорости. 7% на скорости. Выпьем. Сейчас выпьем, выпьем, выпьем. Выпил скорость. Или что это было? Выпил, выпил скорость, да. Это 3 минуты на скорости, не 8 минут, понятно. Мелкие надписи очень. Сверху. Тихо, 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 тихо. 30 секунд на стальных зелях. Уходим. Нормально. Пожирать ли я знамя? 10 секунд на хилке. О, дождь. Увлекся, нужно двигаться. Хорошо. 16 секунд на зельях. 9 секунд. Да, внимательно, внимательно. Дождь. Выпили. Хорошо. Не получил урон. Нормально. Я сейчас испугался, что опять от падения получу. Но нет, нормально. Снизу. Уходим. Супер внимательно. Максимально внимательно. Есть. У-у-у. Есть. Отлично. Классное оружие. Ну, типа, оно упрощает задачу. Оно не очень мощное. Почему не мощное? Ну, вон, на 70 урона взрывы. Правда, у нас против него есть этот самый, как его баннер свисит. Ну да, баннер нужно было повесить, чтобы червяя побыстрее забивать. Фу-у-у. Это было жестко. Прям. Это самый жесткий босс пока что, который здесь был. Все остальные со сайтом. Ну, то есть, неприятно. Слишком много всякого на экране происходит. Тебе нужно за этим следить. Бомба, конечно, очень серьезно помогает. Потому что ты вообще не смотришь, куда стреляешь. Просто раскидываешь наверх постоянно, и все. Так, у нас с вами теневой шлем. А у нас вот здесь вот древний теневой шлем. О, вот так вот. Ну, просто для красоты. Ну что, давайте смотреть, что мы получили. Разум улья. Улья, кластерной порченной плоти. Я не верю, что ее убийство остановит распространение искажения. Поместите в инвентарь, чтобы все ваши снаряды накладывали проклятие ада в искажение. Однако скорость появления врагов будет значительно снижена в искажении из-за вашего непостижимого гнилого запаха. Скорость врагов значительно снижена. То есть, подожди, это... При помощи этого хорошо с боссом сражаться, потому что скорость врагов снижена. Вот с этим... Да с любым, господи, с любым все, что в искажении появляется, с ним хорошо сражаться. Ну что, мешок с сокровищами... Дай оружие какое-нибудь, что ли Не знаю, что с него выпадает Погнали Итак Истинная теневая чешуя Это использовалось в оружии Каком-то я видел Демонические слитки Смертельный теневой метатель 18 дистанционного Крайне слабое отбрасывание 66 шанс Не использовать гель Это стреляет гелем Понятно Гнилой мозг 10% увеличение урона Когда здоровье ниже 75% 5% снижение скорости передвижения Когда здоровье ниже 50% Ааа Понятно То есть Это интересная штука Потому что ты не можешь Как это сказать Опускать здоровье ниже 50% У тебя понизится скорость передвижения Грозная мерзкая перчатка Скрытые удары Имеет 10% Пробивание брони Ну я не понимаю, что с этой скрытностью Мне нужно по этому поводу Какой-то гайд почитать Потому что Скрытность Вот я сейчас в скрытности Вот у меня сейчас Вот эти штуки нужно, кстати Куда-то максимально спрятать Чтобы не задевать их руками Так вот Вот это скрыт Так вот Вот это стелс Но когда ты сражаешься Ты не в стелсе И на боссе Это абсолютно не поможет Так У нас знаете Что Дориада продает А где ты? Ты же приходил А вон она стоит Маляр Господи Вот от маляра Прям вот тут Есть желание Просто взять лаву И сжечь его К чертям собачьим Чтобы его здесь просто не было Потому что Ну какой от него смысл Маляр, уйди Лоренцо О Я могу с ней вот так поговорить Магазин Орхидея Зуб кровавого червя Увеличивает сопротивление урона Характеристики ближнего боя На 5% Когда здоровье ниже 50% Увеличивает сопротивление урона И характеристики ближнего боя На 10% Это что-то новенькое Этого вроде не было Тератома Призывает разум улья Ага Понятно Можно просто взять и призвать Мозги запутанности Вот мне интересно Вот этот Гнилой мозг Можно сложить вместе с мозгами запутанности Где-то там А это хорошо А это прям хорошо Это плюс урон Это вот без этих вот дебафов То есть мы с вами просто покупаем Сейчас у нее мозг Чтобы не убивать Мозга ктулху Как такового Мефрильная наковальня То есть я сейчас это сделать не могу Это в хард моде Ладно, понятно Печалька Ну значит пока что просто уберем Этим пользоваться особо сейчас Не будем Здесь у меня куча всяких ресурсов Это нужно разгрести То есть Какие-то вещи Которыми я не буду Скорее всего пользоваться Но они выпали Это материалы Я уже посмотрел Что там хорошие вещи Получается из них Например из клешни Вот это то что там Дает 5% защиты от урона И враги получают урон В ответ Подожди что я сейчас делаю Из нее Можно сделать Иди сюда Очень прикольная вещь Вот такой вот Вот такой поглотитель 6 защиты Увлечение скорости Придвижения Увлечение скорости прыжка Увлечение максимального запаса здоровья И т.д. и т.п. Но здесь как видите Огромное количество всего Великий желатин Морская ракушка Панцирь Клишня Грибковый щиток Но сами видите То есть Здесь Это просто так не сделаешь Это Какой-то финальный контент Может быть даже после Лунного лорда Потому что здесь есть Несколько боссов Которые после него добавляются То есть мне нужно разложить Сейчас вещи будет Ну это я сделаю Я еще просто не сделал комнату Она будет здесь Ниже уровнем под домом Будет комната с хранилищем Вот просто с сундуками Смотрите Тут довольно таки простые рецепты Истинный теневая чуша Демонитовый слиток И гниль Высасывающий кинжал Враги выпускают Смонавдящихся пиявок После смерти Совершенная темнота Выпускает мерзкий шар Который прилипает к блокам И взрывается Вот я хотел темноту сделать Посмотреть что это такое Пиявки мне не шибко интересны Потому что Ну пиявки и пиявки Это вообще не поможет Теневой разброс Соответственно 19 магического урона Призывает темный грозовой дождь С небес Это с неба будет что-то идти Да Можно было бы сделать Но попозже Я хочу вот это проверить Гнилой шар У него прям очень хороший урон У этого гнилого шара Мне просто хочется Протестировать нормальный урон 25 64 Очень большая скорость То есть в принципе Это очень хорошее оружие Это мощное хорошее оружие Эти жуки очень сильные Ну иди сюда Да слушай Хорошее оружие Блин Ну то есть меня напрягает То что он заканчивается То есть когда мы с вами выстреливаем И тебе придется крафтить Все время по новой Тебе нужны будут В большом количестве Эти гнилые опыты кто Как я здесь оказался Че Братан привет Забавно Ладно хорошо Я тебе это продам Вот это я тоже Тебе пока что продам Слушай у меня нету для тебя дома Но я у тебя куплю Тогда сразу Штук 10 кристаллов Я у тебя куплю Стенд Естественно Да И что мы с вами возьмем Возьмем наверное Вначале очень хорошо Баллист работает Или Вначале Нет вначале Хорошо работает Джизл аура света Наверное Многократно Обездвиживает врагов Входящих внутрь Использует 10 единиц Натарианской маны Так подожди 12 урона Призываемого существа Ловушка со взрывчаткой Нет наверное Вот это вот здесь Очень хорошо работает должно Правда 5 медалей защитника Братан А что там с медалями Натарианский Вот да Спасибо Гони пожалуйста Вот эту штуку Вот И в следующем выпуске Мы с вами тогда Попытаемся Гублинскую армию призвать Посмотрим что с нее выпадает Я не знаю Для него здесь место есть В доме или нет Мне кажется Вот в этой комнате Может кто-то жить Да этот дом подходит Но там никто не живет То есть Он себе место выберет Он поселится Все будет хорошо На этом сегодняшний выпуск Предлагаю завершить Мы с вами справились С этим боссом Босс был неприятный В принципе Мы посмотрели Все что с него выпадает То есть там нету Никаких таких Запредельных вещей Да выпадает посох Теневого разброса Теневого дождя И промозглый посох Это можно все скрафтить А интересно Могу ли я скрафтить Вот этот посох Дюнный прыгун Подожди Нет он выпадает Исключительно Из пустынного бича Да То есть Скрафтить его нельзя В этом его отличие На этом сегодняшний выпуск Давайте завершим Я надеюсь что вам понравилось Если так пожалуйста Поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы меня пропускать Новые выпуски Мне тут еще предстоит Довольно таки большая работа С моим грибным биомом То есть мне нужно его еще Немножечко вниз опустить Как видите я здесь копал Это все дело выкопать Здесь другая высота И там получится естественно Мне кажется боссов призывать На этом все Удачи друзья Пока Увидимся в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok